Здравствуйте, дорогие друзья! Вы вновь на программе «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с новым гостем нашей студии, который поделится своим молитвенным опытом, а также постараемся сделать небольшой духовный вывод для себя. Я уверен, что эта программа будет благословением для вас и ваших друзей, поэтому еще раз приглашаю вас подписаться на наш YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые передачи. Ну а сейчас я приглашаю вас обратиться к нашему Небесному Отцу в молитве. Боже наш, мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость, которую Ты проявляешь в нашей жизни до сегодняшнего дня. Спасибо за Твою охрану, заботу, поддержку. А самое большое, Господи, спасибо за то, что у нас есть возможность записывать подобные программы, которые свидетельствуют о Твоей любящей руке, охраняющей нас на всех наших путях. Пускай, Господи, имя Твое будет прославлено и в этой программе. Благослови наших слушателей Божьи, чтобы это было укреплением их веры на их жизненном пути. Тебе да будет еще раз слава и честь за все. Аминь. Перед тем, как я представлю гостя нашей сегодняшней встречи, хочу напомнить, что цель нашей программы не только познакомить Вас с новыми опытами разных людей, но и объединить всех нас в молитвах за те просьбы, которые Вы нам присылаете. Поэтому пишите Ваши молитвенные просьбы в чате программы или в комментариях, а также присылайте их СМС-сообщением на номер 916-827-8540. Мы обязательно будем молиться за них на наших молитвенных группах, а также покажем их перед началом и в конце следующей программы. Еще нам было бы очень приятно видеть Вас в нашей студии и услышать о том, как Бог ответил на Вашу личную молитву. Для подачи заявки на участие в программе звоните или пишите по номеру 916-254-8182. Ну а сейчас я хочу познакомить Вас с гостем нашей студии. Зовут его Василий Цубаров. Вася, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что Ты сегодня смог прийти к нам на программу. Я знаю, насколько удивительными будут те опыты, с которыми ты сегодня будешь делиться. Но прежде чем мы коснемся именно их, я бы хотел чуть-чуть познакомить наших зрителей с тобой. Откуда ты родом? С Закарпатия. В Закарпатской области, Тресла. А как давно ты живешь в Америке? Семь лет уже прошло. Это уже восьмой год. Восьмой год. Ты женат, не женат? Уже как год и два месяца. Год и два месяца, как и женат. Ну мы поздравляем тебя еще раз. Несколько слов о том, как складывалась твоя молитвенная жизнь. Ты родился в верующей семье? Да. У нас родители верующие, нас воспитывали как бы в верующей семье всегда. Ну я лично всегда любил молиться. Я помню, когда у нас был телевизор дома, кто-то было давно еще программа разная, там шли, это было лет 20 тому, ну 18-20 примерно. То там другие любили смотреть что-то, я уходил себе в комнату и молился, читал Библию, молился, делал порядок в комнате. Мне всегда нравилось проводить время с Богом. Даже перед сном, там я уже засынаю, но все равно в мыслях я молюсь. Там думаю о том, как день прошел, прошу Бога, чтобы все хорошо было. Моя вся жизнь, она такая была, очень близкие отношения с Богом и сейчас. Какую самую первую молитву ты помнишь? Самую первую? Ну у меня простые молитвы. Я, конечно, помню, потому что этим молитвам я сейчас молюсь. У меня нету такой выработанной какой-то. Я всегда, когда молюсь, я представляю Бога то, что Он реальный, Он есть, Он такой, как нам доступный, как Он пришел к нам. И я молюсь, я знаю, что Бог, Он пришел на эту землю, Он скоро нас заберет. Когда я молюсь, я представляю Его как просто очень близким для себя другом. И молитва происходит в таком формате. Спасибо Боже за то, что Ты пришел к нам, за то, что Ты нас не оставил. за день прожитый, за то, что было сегодня в этом дне, за то, что Ты утром услышал мою молитву и в этом дне это видел. Каждый день, когда я день прожил, я вижу, что Бог был рядом. У меня нету такого, что я прожил день, спасибо за этот день, и все, я ушел спать. Но у меня всегда есть что-то, что осталось, что хочется запоминать. На что ты обратил внимание? Да, конечно, то, что я заметил. Потому что для меня отношение с Богом это живое и настоящее. Это не просто формально. Слушай, а никогда не было разочарования? Ну, то есть, ты о чем-то просил, просил, а в жизни вот оно не складывалось никак, и все. У меня было такое, что, о чем я прошу, ответа нету, но я никогда не разочаровывался в этом. У меня, наоборот, были очень много трудных таких ситуаций, разных, в которых я сильно переживал, но когда я вставал на колени, то Бог забирал это переживание, давал мир сердце, но проблема не решалась. И как бы для меня это было, ну, с одной стороны, проблема не решенная, она не ушла, но настолько сильно я поменялся в этой проблеме, в этой ситуации, что оно меня не тревожит, оно, я спокойный. И с этим спокойствием, с этим миром, как бы в сердце, совсем по-другому начинаешь смотреть на ситуацию, по-другому мыслить. Уже тревога ушла, и мысли могут быть заняты задачей, либо тем, что произошло. И как-то, это я очень четко прослеживал, что когда Бог, Он забирает тревогу, проблема остается, тревога убрана, и как будто бы проблема уже решена, но еще нет. И когда я это вижу, я уже не сомневаюсь, что Бог дальше точно меня поведет, Он не оставит. Потому что Он тут был, Он пришел, Он облегчил, Он сказал, что Я рядом, то не переживай. Как можно переживать о том, что дальше, как бы, Его не будет? Это для меня, вот почему я говорю, что каждый день Он в живых, в таких отношениях с Богом. Слава Богу. Это классно. Ну, а чем же будет сегодня твоя история? История будет про то, как Бог сохраняет мою жизнь. Потому что, я не знаю, наверное, сатана, как и написано, в Библию, он ходит, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить, если возможно, избранных. Я так своими словами, это текст из Библии. Вот, но, Он явно видит во мне того, кто будет точно с Богом. И Он хочет таких, и побольше таких людей увести. Поэтому, сегодня о том, опыт, как Бог сохранит мою жизнь, в буквальном смысле. В общем, два опыта. Хотелось бы тремя поделиться, но, наверное, третий будет в другой программе. Я хотел бы, потому что, очень, очень классные опыта. А сегодня поделюсь двумя, которые были уже тут, в Америке. Сначала расскажу попроще, потом другой опыт. Первый, это был на Гавайях. Мы приехали сюда, в Америку, примерно через год, я уже не помню точно, но, либо год и пару месяцев, где-то так. Мы поехали на Гавайи. Это был миссионерская поездка с Остапом. Чем вы занимались там в этой поездке? Мы реставрировали наш лагерь. Лагерь, куда приезжает каждый год примерно 500 человек в течение года разных. Там очень большой лагерь для детей и, ну, не только, но больше для детей. И там христианские такие занятия? это христианский лагерь. Туда приезжают люди все, не только христиане, просто, ну, кто, кого приглашают, кто хочет, имеет желание. Определенные программы проводятся там на 10 дней и так дальше. Люди приезжают, отдыхают, узнают о Боге и так дальше. Но проблема в том, что ему было больше 100 лет этому зданию, всем этим, комплексу этому. И наша задача была реставрировать это. Там поменять доски, покрасить, пол поменять. Это полностью волонтерская такая работа? Да, это было бесплатно, волонтерская. Мы даже немножко платили со своей стороны, чтобы туда попасть, потому что там тоже недешево проживать, питание, билеты мы покупали, потом мы на питание скидывались немного, но жили мы бесплатно. В этом же лагере мы жили. Это были такие домики небольшие на территории, но было очень красиво. Мы там и имели возможности отдохнуть после работы пару часов каждый день и поработать. У нас была большая команда, человек было 30 где-то. Это были школьники. В основном это были школьники, да? Да, 15-16 лет и несколько старших человек. Я был, мой брат был, Остап был как организатор, еще было двое людей, которые нам готовили кушать. Они постарше были, тоже молодежь, но постарше. Ну и эти школьники, это для них тоже была как программа такая, поездка на Гавайи и реставрация этого лагеря. Ну и в чем была суть, что там случилось? Суть опыта. Ну, как я уже сказал, мы имели возможности отдыхать и работать. Мы поработали там до двух, до трех часов. После обеда там покушали, помолились и потом уже есть пару часов, чтобы отдыхать. И одного дня мы поехали на океан и это был пляж для серферов на досках, но не для купания. Там еще стояли такие, где охранники сидят либо секьюрити, которые там смотрят за людьми. Но в тот вечер почему-то никого не было. Было очень холодно, был такой ветер сильный, даже небо так затянулось черный и пошел дождик легенький. Мы тоже не купались, никто не купался, кроме меня. Ты решил пойти в воду? Я решил пойти в воду. Там было, там так получилось, что я не знаю, либо вода отошла от берега, но очень далеко было, чтобы было глубоко. Это было вечернее время, ты говоришь? Это вечернее время было. Обычно в это время как раз отлив, да. Да, вот, наверное. Я в этом не разбираюсь, я как бы и не сильно плавать умею, я такой любитель в этом деле. Поэтому я просто пошел и решил скупаться. Чисто так, не знаю, думаю, хочу пойти сбодриться водой. Она такая холодная, чуть-чуть была еще, но и приятная, потому что дождик такой тепленький пошел. И я футболку скинул, побежал в воду. Вот, и очень далеко было в океан, можно зайти и чувствовать песок под ногами. Я себе шел спокойно, потому что у меня всегда так, я как бы не захожу, если я не чувствую дна. потому что я не умею плавать, я это знаю. Я знаю, что, ну, хорошо, я не умею плавать, я так, чуть-чуть только. Поэтому я уверенно себе шел, пока чувствовал дно. Но проблема в том, я зашел, далеко зашел в воду, и пришла большая волна, уже со стороны океана к берегу, очень большая шла волна. Я так чуть-чуть и испугался, с другой стороны, так и кайфанул на этой волне. Мне так понравилось, потому что настолько больших волн я еще как бы не встречал. Я только в Америку приехал, так круто на океане. Я пошел вот в океан, смотрю, волна метра три, наверное, приходит, меня накрывает эта волна, я выплываю, и все, и так, ну, классно. Но потом проблема в том, что она пошла к берегу и вернулась, но вернулась уже не сверху, а как бы по низу пошла. И меня закрутило и унесло в океан. И настолько быстро унесло, что я уже, ну, я пытался оплысти, но это не помогало. Это уже не помогало. Когда я плыл, то я не то, что стоял на месте, я просто чуть медленнее уходил назад. То есть ты все равно уходил в океан? Да, все равно уходил, потому что, ну, настолько быстро меня это вносило, что я чем дальше, тем меньше начал видеть людей на берегу. Все очень там испугались, просто человек 30 стоял на берегу. И никто не бросился тебе на помощь? Или ты не звала помощи? Я звала помощи. Ты звала помощи? Я звала, я уже кричал, help me, там с берега, с океана на берег. Но проблема в том, что, ну, во-первых, это были школьники, из детей никто не... Даже если бы кто-то захотел, Остав бы не пустил детей. Это ответственность, они еще не... Ну, как это... несовершеннолетние? Несовершеннолетние, да. Мой брат был старший, но он плавать еще, как бы не так, как я, еще хуже мыет, скажем так. Зачем идти? Даже если был бы... Вот Остав, да, он мог бы, наверное, пойти, но он тоже не пошел. И я не знаю, пошел бы ли я здесь, если бы там кто-то был. Потому что я понимаю, что я не профессиональный... Спасатель? Да, спасатель в этом деле. И если бы я доплыл туда, то точно, точно назад бы точно не вернулся. Потому что сил бы не было. А что говорить еще о человеке, которого нужно вытащить с океана? Я настолько далеко уже ушел в океан, что я людей не видел. Вообще не видел уже на берегу. Я назад повернулся, смотрю, черный океан, небо еще стало темнее, дождь пошел сильнее, берега уже мне не видно, людей, которые на берегу. И все, я жизнью распрощался полностью. И где-то минут 20 я побыл в океане, пытаясь выплысти. После этого я понял, что ничего как бы не помогает, никакие усилия и все. Я как бы жизнью распрощался полностью. Я помолился Богу, так как я человек верующий, говорю, Боже, спасибо тебе за то, что я прожил до этого времени. Сколько тебе было лет? Мы приехали, 24 мне было, где-то 25 уже. 25 лет было. Но было страшно, очень страшно было, потому что, с другой стороны, сначала меня охватил такой страх и паника, а потом сразу я понял, что это не поможет, как бы все равно я утону, а сейчас переживать, паниковать точно не нужно. Нужно просто помолиться, как-то отпустить все, что есть, что было до этого. смириться с обстоятельствами. и лучше, не знаю, провести какие-то минуты с Богом в молитве, потому что следующий момент может быть уже последним. Последним. И может быть, в следующий раз я уже открою глаза и вижу Бога. В этом я точно не сомневался. Поэтому у меня был такой мир в сердце, когда я это вспомнил, то я понял, что, в принципе, если я утону, то главное, чтобы я был с Богом. А я уверен, что я был с Ним. И меня такой мир наполнил в сердце, что я был очень спокоен. У меня вот эта тревога, вот эта паника в воде, когда тонут люди, у меня этого не было. Я раньше всегда думал, вот как люди, когда вот стаются какие-то стихии, есть разные случаи, люди там начинают, не знаю, кто-то проклинать Бога, кто-то выходить из себя, кто-то выходить из-под контроля. Но у меня настолько был мир в сердце большой, глубокий, что я это принял как есть. Я говорю, Боже, если Ты хочешь, то Ты можешь мне спасти. Я уже силы не имею. Я ничего не могу сделать. И после этой молитвы у меня сил ноль. Я уже минут 20 там пробовал. Я не просто лежал, я не умею лежать на спине, отдыхать на воде. Я знаю, что есть люди, которые умеют. Я это не умею, до сих пор не умею. Я пытаюсь научиться, но мне не получается. Чуть-чуть в бассейне, можете да, но не в океане. Это не та ситуация, когда ты лежишь, тебя накрывают волнами. И страшно, ну тяжело мне это. Я не умею плавать профессионально. Я говорю, Боже, если Ты хочешь, Ты можешь меня спасти. Потому что я все равно уже. Я и так в Твоих руках. Не важно. Я сейчас утону, не утону. Я все равно твой. Я знаю, что я не погибну. Поэтому я в Твоих руках. Я чувствую, как меня кто-то хватает за руку и силой вытаскивает. В буквальном смысле ты чувствуешь это? Просто не то, что... Но я был в океане. Это не было что-то, что мне приснилось, показалось. Я берега уже не видел. Я сил не имел воплость. Я своими силами не мог воплость. И мне это как бы... Это не я точно. Я точно... Если я, то я мог только утонуть. Все. У меня больше сил ни на что не осталось. И я почувствовал, как-то меня кто-то ухватил за руку и вытащил. После того, как я совсем смирился, такой спокойный, как бы с миром сердце помолился, я чувствую, что меня кто-то ухватил и просто вытаскивает силой с большой скоростью к берегу. Не просто медленно, но не к самому берегу, а к тому моменту, пока я начал чувствовать уже песок под ногами. Да. И я как это понял после молитвы, что меня Бог вытащил, ну, ангела послал своего, я не знаю. Но я понял, что Бог меня спас и я знаю, что для чего-то. Вот. И в жизни вообще у меня много было таких ситуаций, что если бы не Бог, то меня бы уже не было. Я знаю, Скажи мне, а люди, которые были на берегу, они не видели ничего, как ты к берегу приближаешься, как это все решалось? Я не знаю, потому что видели, наверное, просто после того, я сейчас расскажу, почему я сейчас не могу эти детали уточнить, просто когда я пришел уже к этому песку, то я начал идти по воде чуть-чуть, выплывать, но у меня было настолько мало сил, что, и, кстати, когда я уже, когда меня Бог вытащил к этому моменту, то прибежал кто-то на берегу океана был домик, там кто-то жил, и человек выбежал из дома, он был в одежде полностью, и он побежал в океан. И он прибежал, ну, приплыл уже к тому месту, куда меня Бог притащил, скажем так, куда я уже пришел, и он говорит мне, и окей, я говорю уже да. И, как бы, и хорошо, что он тоже пришел, потому что, когда видишь какую-то надежду, все равно, когда я пришел к этому уже берегу, да, к дну, когда я чувствовал ее, я был, ну, ноль сил, я не имел силы идти, у меня было настолько, как бы, не знаю, физическое такое, истощение, истощение, да, что я не мог ходить, я прошел чуть-чуть, я упал просто в воду, и я лежал в воде, я не мог на ногах стоять, полностью, я потом полежал чуть-чуть в воде, пришел в себя немного, и пытался идти к берегу, и у меня просто все ноги трусились, руки трусились настолько сильно, что я дальше снова не мог идти, я сел на землю, посидел минут 10, прям долго, не то, что там я за полминуты пришел в себя и побежал, нет, я минут 10 посидел, и дальше мы пошли, уже пошли к берегу, пошли покушать, я ничего есть не мог, я долго приходил в себя после этого, почему я говорю, что я не обращал внимания, на то, что люди говорили, но между собой, я еще английский тогда не знал, а это все американцы были, они между собой на английском говорили, и они спрашивали, Астапа, как, что было, как он вышел, а как случилось, а как это, очень много задавали вопросов, но у меня не было сил говорить тогда, не то, что на ногах стоять, я где-то час-полтора уже прошло, вечер уже все покушали, я уже так более-менее пришел в себя, и такой, ну, ты рассказывал ребятам, что там произошло, потом, да, потом я рассказывал, но они видели, что это, потому что, ну, никто не насмелится пойти в воду, это было далеко, смысла не было, потому что не было спасателей, там, а простым людям зачем туда идти, тоже утонуть, как бы, если доплывешь, все равно не вернешься, потому что слишком далеко. Ты давал какие-то обещания Богу, перед тем, как, после этого, после этого, перед, во время? Я сказал, что буду всегда с тобой, если ты меня спасешь, я все равно с тобой, Боже, поэтому, но все равно мы будем вместе в вечности, для меня, вот вечная жизнь, и эта жизнь, она неразделима, потому что я понимаю, что Бог создал нашу землю в период вечности, и когда человек, как бы, нарушил закон Божий, он должен был умереть, пришел Христос, говорит, я умру, а ты живи, и сейчас, как бы, вопрос не в том, что хотим ли мы вечную жизнь, а останемся ли мы в ней, потому что мы уже живем вечной жизнью, просто поменяются обстоятельства, но суть этой жизни, быть с Богом, поэтому я сказал, Боже, я все равно с тобой, и я буду с тобой и дальше, хочешь, спасай меня, не хочешь, я все равно с тобой, поэтому я все равно тебе служить буду, и стараюсь, всегда, ну, не знаю, у меня отношения с Богом, они личные, поэтому на все один на один, это очень классно, слава Богу, слава Богу, да, это, конечно, невероятно, когда ты видишь руку Божью в своей жизни, вот прям вот в таких, такие моменты, когда ты понимаешь, что, ну, это точно не кто-то, это точно не случай, это точно не обстоятельство, это точно Бог, вот прям проявил руку свою для того, чтобы спасти тебя, слава Богу, а с чем же связан твой второй опыт, он тоже связан с спасением, это тоже спасением, но он другой, на самом деле, это, это очень такой опыт, который, я боялся о нем говорить многим, потому что, если его неправильно понять, то можно понять в том, что есть душа бессмертная, и так дальше, но я знаю, если мы читаем Библию, то такого нету, мы четко знаем, что человек, когда умирает, он уходит в землю, и когда Бог придет, он воскресит людей, и после смерти ничего нету, об этом вся Библия говорит, что после смерти, как бы жизни нету, и вот это с этим связано. А ну давай. Хорошо, это был где-то декабрь, наверное, примерно зима была, я летел домой, в Украину первый раз, с Америки, я же получил грин карту, и решил поехать домой. С Нью-Йорка, в Киев прямой самолет был, очень большой, и я сидел возле окна, это как бы, в этом была проблема, что я сел возле окна, потому что три сидения были справа, большой был самолет, и все трое людей спали, и я как бы не хотел беспокоить их, и я сильно хотел пить воду. Позже как бы, ну я хорошо, придем позже к этому, будем по порядку идти, я очень сильно хотел воду пить, и мне становилось плохо, вплоть до того, что я чувствовал себя физически плохо, а не просто там, хочется воды попить, как обычно. И я позвал стюардессу, я нажал на кнопочку вот эту, когда пришли ко мне, как помочь вам, говорю, я воды хочу пить, хорошо, сейчас принесем, и они не пришли. Я думаю, я смотрел на часы, я вообще всегда наблюдал за временем, как бы, сколько мы летим уже, с какой скоростью самолет летит, он такой был оборудованием, мы видели, как бы, сколько нам осталось лететь, с какой скоростью, камеры даже были, мы могли наблюдать, как бы, над океаном, над землей мы. И у меня часы на руках были, я всегда смотрел за временем, я такой смотрю, хорошо, если еще 3 минуты пройдет, то я уже встану, уже этих людей буду будить и просить, чтобы они меня пропустили, потому что, чем дальше, тем хуже мне становится. Становилось тебе все хуже и хуже. поэтому я уже решил, что я буду идти, прошло где-то полторы-две минуты, и я отключаюсь, просто мне становится плохо, мне потемнело в глазах, и голова так опустилась, и все, но это не просто, не на этом все остановилось, я увидел, как я как будто бы вышел из себя, вот почему я сказал изначально, что я боюсь об этом говорить, чтобы неправильно это люди поняли, но в конце я расскажу итог, потому что я общался с врачами, они это обосновали, и сказали, что это было. Я увидел себя сверху, как я сижу в самолете, с головой опущенной, я прихожу домой, я так увидел себя, вышел с самолета, и как будто бы долетел без самолета, перегнал его и пошел домой. То есть ты летел над океаном? Я летел над океаном, это я ощущал физически, и были ощущения, которых я никогда раньше не переживал, на эмоциональном уровне, на физическом уровне, это было то, с чем я никогда раньше не встречался, потому что это сверхъестественное что-то, мы как бы переживаем разные эмоции, разные эти, но этого никогда не было. И это мне настолько сильно понравилось, потому что это, ну, каждому хочется полетать, это новый, это такой адреналин был, которого как бы я ни в чем раньше никогда не переживал, и это мне очень сильно понравилось. Потом мне уже было страшно, но в моменте не было страшно, я в моменте этим как бы наслаждался. Я прихожу домой, открываю, я точно знаю, как наш дом выглядит, где мы выросли, я стучу в ворота, открываю их, как руку так через забор, как обычно, замок открыл, пошел домой, постучал в двери, брат мой, Юрка, открывает дверь, я захожу в дом, и мы общаемся, мы общаемся, говорим, он говорит, и тот и так быстро говорю, да, все хорошо, я уже дома, типа, классно, мы встретились, мы сели за стол, мы общаемся, сели за стол, он еще не успел кушать, приготовить, он как бы сделал еще акцент на том, что я тебя ждал позже, у меня еще как бы, у нас не все готово, он с женой, как бы ждали нас, меня ждали, что я скоро буду, вот, но я пришел раньше, пришел раньше, чем должен был прийти, и они, как бы тоже удивились чуть-чуть, я говорю, ну да, типа, я уже дома, и мы общаемся, и уже они накрыли на стол, хотим садиться кушать, я говорю, подожди, я не мог так быстро прийти домой, мне нужно вернуться, и долететь обратно, он говорит, в смысле, ты о чем, говорю, подожди, я должен, я сейчас буду, все хорошо, я возвращаюсь, я вижу, как, и это было уже не так, как я, как бы, как первый раз, это было более так, ну, четко, медленно, я возвращаюсь, я вышел из дома, и я, как бы, пошел дальше в самолет этот, через окно, я не знаю, как-то, это как, как духом, что ли, не знаю, но это не физически, потому что, я когда видел себя, я когда возвращался, я видел, как я, как изначально, так и сейчас, я видел, как я так сидел в самолете, голова опущена, и я в себя вошел, и меня как будто бы током ударило, просто физически, мое тело просто с сидушек чуть ли не сбросило, очень сильно такое прошло, электрически такая энергия, и меня сильно сотрясло в кресле, и все люди как бы обратили на меня внимание. То есть ты пришел в себя, открыл глаза? Я пришел в себя, но я когда, когда это произошло, я не мог сразу видеть ничего, я, я не чувствовал рук, я не чувствовал ног, я понимал просто, что я пришел в себя, и что я должен как бы поднять руку, я понимаю, что я не могу руку поднять, что она как будто бы мертвая, ноги как будто бы мертвые, я себя не могу потрогать, не могу рукой шевелить, но разумом я уже понимаю, что как бы я тут, нужно, и я даже испугался, что со мной что-то не то. Я думал, что меня либо парализовало, либо что, но физически я не мог как бы двигаться, не мог физически, и мне стало страшно, я думал, что со мной что-то случилось как бы и я уже не вернусь в обычное состояние и потом я уже и все было в тумане я долго не мог ничего увидеть где-то минуту я приходил глаза приходили в обычное состояние начинал видеть как бы людей по чуть-чуть выходить из тумана потом когда я начал всех уже чуть-чуть различать видеть в самолете я видел как все люди на меня обращают внимание что-то между собой говорят и до этого я еще я уже начинал руками шевелить но ногами еще не мог я же мог смотреть я уже так на себя смотрю ноги вроде бы есть персонала еще не было возле тебя стюардесс и никого никого не было и самое страшное что я когда посмотрел на время потому что вспомнил что я просил воду я думаю интересно сколько минут прошло и прошло я посмотрел на часы прошло ровно два часа ровно два часа меня не было как бы ну я был но но я не чувствовал что я там есть и это все происходило в течение двух часов я посмотрел на время смотрю два часа прошло думаю и мне страшно стало я также сильно хотел воду пить организм был такой сильно истощенный обезвожен до безвоженный истощенный и ну как будто бы я не знаю было страшно это было такое что я раньше никогда не переживал такое потом пришла стюардесса дала тебе воды или ты встал я встал я же думаю или но люди же как бы попросынались потому что время прошло тоже я встал говорю извините можно ли выйти там все русскоговорящие были потому что самолет киевский вот все летели домой наши люди и я стеснялся тогда спросить что было со мной об этом я жалею потому что интересно чтобы они что они видели со стороны до что они видели со стороны потому что они точно что-то видели потому что три ряда спереди три ряда сзади и сбоку все обратили внимание кто-то встал кто-то просто между собой что-то говорил я такой мне было чуть-чуть и неудобно потому что я не знал что было а с другой стороны думаю что со мной могло быть я как бы ну хорошо что я жив остался потому что позже как бы если уже переходить к концу этого опыта то я общался с многими врачами на эту тему потому что ну раньше я этого не переживал мне хотелось выяснить что это было такое что со мной произошло я точно знаю что это но что-то на физическом уровне и многие общался из хирургами нейро нейро хирург наш есть врач бандеренко юрий и с другими общался с многими общался и в киеве и тут в америке не это тревожило потому что было ну было интересно такое это необычно и все говорили что это сердце остановилась клиническая смерть как клиническая смерть до сердце остановилась и говорят что один из миллион случаев что люди возвращаются к жизни вот так самостоятельно без внешнего даже да вот это что никого не было я даже мне никто не подошел дал ко мне даже не то что какая-то помощь кто-то водой подал кто-то не знаю пришел на дыхание делал или там даже хотя бы взяли меня потрусили мной чтобы в себя привести чувства но никого я просто сам был никто ко мне не подошел и в таком состоянии обычно люди ну они умирают это не возвращается потому что тут нужна помощь со стороны человек не может сам себя спасти когда он когда он скажем так умер когда у него все его сердце остановилась он ему нужна посторонняя помощь поэтому мне когда один раз сказал я думал ну может как бы нет может это еще не то другой третий но когда же 4 5 это подтвердил много людей то я понял что тут только блок это опять было больше вмешательства чтобы спасти твою жизнь то только то вас спасибо большое за эти опыты они конечно с одной стороны такие пугающие да потому что несмотря на то что ты всю свою жизнь строишь такие тесные отношения с богом эти случаи тебя не обошли стороной ты столкнулся с моментом когда мог утонуть до столкнулся с моментом когда вот клиническая смерть наступила твоей жизни то есть бог не не провел тебя мимо этих обстоятельств но с другой стороны это конечно очень сильно вдохновляет что бог в этих обстоятельствах тебя никогда не оставит не знаю просто что после этого я точно уверен что ну дальше бог точно со мной и это так это настолько классно жить с таким пониманием это очень классно жить это но это не просто жизнь какая-то формальная христианская это как я сказал вначале что отношения один на один с богом есть вопрос пошел порешал помолился спросил есть проблема бог дал мир спокойствие дал не то что решение но он рядом он а возможно не не просто решение возможно взял и на руках пронес через эту ситуацию не то что как бы помог нам нам кажется что бог проходит нас мимо либо мы сами выходим но мне кажется что когда мы будем на небе то бог нам покажет настолько больше ситуаций в которых в которых мы без него бы не спрашивали да мы бы не справились я уверен что этих ситуаций есть намного больше просто мы их даже не за не замечаем бог даже не допускает их к нам у нас только сильно любит нас и оберегает слава богу большое спасибо тебе за этот опыт после всех этих удивительных историй хочется вспомнить слова из книги исаи не бойся ведь я тебя искупил я позвал тебя по имени ты мой когда ты станешь переправляться через воды я буду с тобой к так когда будешь переправляться через реки они тебя не потопят когда ты пойдешь сквозь огонь не обожжешься пламя тебя не опалит какое-то преимущество знать что где бы ты ни был и в каких обстоятельствах не оказался господь всегда рядом и посылает ангелов своих чтобы они о тебе заботились вспомните историю о кораблекрушении связанную с апостолом павлом это тот случай когда бог пообещал ему что если вся команда будет вместе то никто из них не погибнет а когда они уже выбрались на берег острова мальта где жители их гостеприима приняли то павла за руку укусила ядовитая змея когда он бросал хворост в огонь это книга деяния 27 и 28 главы мы знаем что подумали островитяне ведь это записано в библии а вот о чем в то мгновение подумал павел неужели спасшись от одного бедствия он погибнет от другого что-то похожее может может происходить и в нашей с вами жизни волны трудности и проблем накатывают одна за другой и кажется конца им нет как только тебе удалось сделать очередной глоток воздуха и вроде все потихоньку начало налаживаться как на тебя пришла проблема откуда не ждал и это при всем том что ты не перестаешь молиться и просить бога чтобы он руководил твоей жизнью думаю никто не может дать ответ почему бог допускает эти испытания и трудности но повторюсь еще раз он всегда рядом в истории с павлом как и с гостем нашей студии сегодня разрешилось все благополучно яд не причинил никакого вреда а эта ситуация привела к тому что жители острова начали по-особенному относиться к павлу и внимательно слушать вести в англии из его уст как разрешаться ваши проблемы я не знаю но уверен что божье обетование верны а в псалме 90 мы находим следующие слова потому что ты избрал господа всевышнего прибежище мое своей обителью не пристанет тебе зло и язва не приблизится к твоему жилищу ведь он своим ангелом повелит о тебе охранять тебя на всех твоих путях я твердо верю этим словам а вы что думаете вася я очень рад что ты сегодня был с нами на этой встрече и верю что этот опыт он будет благословенен для многих людей которые сталкиваются с разными трудностями в своей жизни у меня есть тебе просьба обычно мы просим гостя чтобы он особенным образом обратился богу в молитве за те все нужды и просьбы с которыми зрители к нам обращаются давай ты попросишь божьего благословения для всех этих людей дорогой наш господь небесный мы благодарны тебе за то что ты подарил нам эту жизнь за то что мы родились в этом мире за то что у нас был этот шанс и мы можем господь быть тут мы можем быть большим благословением для других людей спасибо тебе господь за то что ты особенно лично меня благословляешь за то что ты со мной каждый день ты не оставляешь меня за то что ты сохраняешь жизнь мою я сейчас прошу не только про себя и свою семью я прошу господь чтобы ты даровал опыта и другим людям личные опыты с тобой которые будут еще раз говорить людям о том что ты реальный ты рядом ты не оставляешь ты господь всегда благословляешь и всегда готов помочь ты больше хочешь даже чем мы сами ты больше понимаешь что мы нуждаемся в тебе чем мы сами это понимаем поэтому прошу тебя господь за каждого кто слушал эту программу кто встает на колени кто обращается к тебе услышь молитвы их прошу будь с ними благословляй и показывай нам всем что ты скоро придешь за нами то что ты у нас есть и чтобы мы мы не разочаровались потому что очень много есть разных проблем разных господь ситуации в которых мы можем засомневаться в том что ты существуешь настолько тяжело сейчас становится жить сатана он пытается сбить нас ног поэтому ты не допусти этого мы знаем что ты скоро придешь за нами ты заплатил за нас слишком дорого чтобы так просто отдать нас в руки дьявола поэтому прошу охраняй нас и приходи как можно скорее потому что мы ждем тебя аминь еще раз вася большое спасибо друзья сегодня вы услышали далеко не все опыты из жизни нашего гостя следующей программе вы узнаете как бог проявлял свою руку в борьбе с сатанинской нечистью во время служения васи в городе почаево что в украине ждем встречи с вами уже через неделю всего наилучшего и божьих благословений